Сегодня речь пойдет о спаржевой фасоли. Спаржевая фасоль это недодрелые стручки спаржевых сортов. Они обладают нежным и сладковатым вкусом. Очень много полезного в этих стручках. Я предлагаю сегодня вам свой рецепт, который можно приготовить быстро, дешево, просто и вкусно. Моем спаржевую фасоль. Мы ее подержим в воде, чтобы вышли лишние сахариды. Обрезаем кончики и режем стручки на три части. Кипящую подсоленную воду опускаем в спаржу на 15 минут. Потом отбрасываем сразу на шлак и даем остыть. Режем лук и помидор на кусочки. Шинкуем морковь. Разбиваем 2 яйца. Немного солим по вкусу. Как кому нравится. Добавляем специи, перец, у кого есть душистый. Взбиваем слегка. Добавляем лук, петрушку и немножко 2 зубчика чеснока для вкуса. Поджариваем лук и морковку. Добавляем спаржевую фасоль. Она у нас остыла. Немножко помягче стала. Перемешаем. Немножко даем протушиться минут 10. Потом добавим взбитые яйца поверху. И слегка помешаем. Добавляем томаты. Если мало томатов и покажется, что они немножко суховатые, можно добавить или кетчуп развести, или томатный соус. Вот как у меня домашний. Наверх посыпаем сыром. Сыра тоже по желанию. Кто сколько любит. И накрываем крышкой. Буквально до растворения этого сыра. Сырочек. Смотрите, какое красивое блюдо у нас получилось. Сейчас посмотрим, как там внутри нас. Отлично. Можем вот так перемешать. Такое блюдо из спаржевой фасоли можно приготовить буквально за полчаса. Вкусно очень. Попробуйте, вам понравится. Пока.